Друзья, мы с вами посвятили два урока о планировании будущего года и уже успели сделать большую и важную работу. Сегодня третий, заключительный выпуск про планирование года. Что же мы успели сделать и чем мы займемся сегодня? Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, последние 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще автор этой книги «Методология ID. Сориальный опыт внедрения», которая вышла издательстве МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Что же мы уже успели сделать? Мы создали колесо жизненного баланса. Определили важность разных его сфер. Наметили главные цели по каждой из них. Причем сделали это не самым обычным, я бы сказал, образом. Сегодня мы создадим планы достижения этих целей и гармонизируем их между собой. Опять же, при помощи одной не самой очевидной, зато супердейственной технологии. Если вы не видели предыдущие части, то я вам сейчас дам ссылки на них, сделаю паузу на 5 секунд. И эта часть без тех первых двух не имеет никакого значения, уж поверьте. Итак, у нас с вами есть цели, они сформулированы правильно. Например, моя учебная цель, если помните, в сфере личного развития звучит, как выучить немецкий язык до уровня B1 на 31 декабря, занимаясь не более одного часа в день и без учителя. Конечно, я мог бы показать сейчас на ее примере план достижений. Но это не будет сильно интересно, поскольку действия банальны и повторяющиеся. Учи себе каждый день и выучишь. Нет, давайте возьмем цель такую, у которой есть элемент неизвестности. Ведь чем более амбициозна цель, тем больше в ней неизвестности. Наверное, вам бы хотелось, чтобы я разобрал цель заработать миллион максимально зеленых условных единиц к концу года. Но в сегодняшнем сюжете я такую цель разбирать не буду. Если вы хотите, напишите в комментариях, я сделаю такой разбор отдельным видео на примере, например, моей консалтинговой деятельности. Вы, может быть, не поверите мне на слово, но подобная финансовая цель меня что-то не слишком вдохновляет. Я с вашего разрешения попробую расписать цель, которая меня действительно вдохновляет, и она в максимальной степени будет нести в себе тот самый элемент неизвестности, когда что надо достичь, понятно. Но вот как этого достичь, не слишком понятно. Я намечу амбициозную цель в моей на сегодняшний день важнейшей сфере, а это в сфере творчества. Если вы спросите, почему именно творчество, я считаю, самой важной для себя сферой, отвечу, потому что именно это деятельность сегодня наполняет меня энергией больше всего. Итак, я хочу поставить себе такую цель. Снять полноценную художественную короткометражку. Эта цель наполнена для меня неизвестностью, поскольку я никогда ничего подобного, даже близко напоминающего, не делал. Все, что я снимал, это вот такие простые сюжеты для Ютьюба, в которых единственным героем был я сам, да и то в самом простом из возможных проявлений под названием «говорящая голова». Поэтому темный лес. Давайте сформулируем цель корректно, как мы это делали и разбирали в прошлом видео. Снять и представить публике полноценный художественный короткометражный фильм до 31 декабря. Ограничение, бюджет, который я хочу потратить, не должен превышать 2000 евро. Фильм должен быть полностью снят на iPhone. Хочу ли я поставить PAEI модель целей для этого проекта? Пожалуй, нет, потому что сам проект настолько объемный, что PAEI аспекты там проявятся, хочу этого или нет. Итак, цель сформулирована. Моя задача – описать все понятные мне шаги и всю область незнания. Понятные шаги описать легко, они ведь понятны. А вот зону незнания сложно, потому что ты никогда не знаешь того, что ты не знаешь. Фраза прозвучала несколько загадочно, понимаю. Но сейчас на моем примере вы поймете, что я имею в виду. Итак, давайте начнем с понятных шагов. Поставьте сейчас это видео на паузу и мысленно прикиньте 10 шагов, которые вы бы сделали, если бы вы были на моем месте и решали подобную задачу. Если вы профессиональный фильммейкер, этого делать не надо, вы и так четко и пошагово знаете, что нужно. А вот если вы такой же, как и я, любитель, энтузиаст, тогда поставьте на паузу и продумайте 10 шагов, которые сделали бы вы. А я попробую сейчас предложить свои. Первое. Мне нужна идея сюжета, потому что у меня нет в голове ни идеи, ни сюжета. Где ее можно взять, если я не способен ее вот так взять и родить? Например, художественная литература. Если фильм короткометражный, то значит надо искать в рассказах. Объемные романы мне не помогут. Поскольку я хочу что-то простое и современное, то и рассказы буду искать молодых современных писателей. Итого формулирую первую задачу. Найти идею фильма в рассказах современных писателей. Сколько я себе на все это выделю? Ну, на вскидку один месяц. Второе. На основе идеи и рассказа мне нужно создать сценарий. Сценарий это не рассказ. Сценарий это то, что показывают. Это совсем другой жанр. Это я понимаю. Но вот беда, я не слишком разбираюсь в сценарных особенностях. И тут наступает опять же зона неизвестности. Но не беда. Я иду в гугл, набираю книги по сценарному искусству. Вот тут есть штук 5, которые мне нравятся. Покупаю. Формулирую задачу. Прочесть основные книги по сценарному искусству. Создать сценарий на основе ранее отобранной идеи и рассказа. Что я буду делать дальше? Положим, у меня есть сценарий. Вы чувствуете, что чем дальше, тем больше тумана. О чем этот сценарий и о чем этот фильм, я пока не знаю. Где будет происходить действие, сколько будет героев, как они будут взаимодействовать, что мне понадобится, какой реквизит. Все это пока неизвестные мне величины, и я их вообще не могу представить. А значит запланировать что-либо далее тоже не могу. Но есть кое-что, что я знаю. А именно, на основе сценария мне нужна будет раскадровка. Примерно представляю, что это. Это кадры, грубо нарисованные на бумаге. То есть я знаю, что любой фильм имеет определенную структуру. Эпизод состоит из сцен, сцены из кадров. Кадры в современном фильме, я где-то такое читал, длятся около 5 секунд. То есть если я хочу снять фильм примерно на 10 минут, мне понадобится примерно 120 кадров. Сколько у меня будет сцен, эпизодов, я тоже не знаю. Но раскадровка мне точно понадобится. Я теоретически могу делать ее параллельно с написанием сценария. Формулирую задачу. Изучить, как делается раскадровка. Для этого я просто посмотрю YouTube. Книги мне для этого вряд ли будут нужны. Найти правильный, желательно бесплатный софт для этого. Сделать раскадровку параллельно с написанием сценария. Срок. Если мы параллельно это делим со сценарием, то тоже месяц. При этом это будет тот самый месяц, что и отведен на сценарий. Какой четвертый и последующий шаги я могу себе запланировать? А вот тут еще больше тумана. Возможно мне понадобятся актеры, а может и нет. Возможно мне понадобится реквизит, а может и нет. Возможно мне понадобится какая-то техническая помощь, а может и нет. Что мне делать со всей этой областью незнания? Я буду делать две вещи. Первое. Я привяжу задачи к моменту, когда наступит прояснение. А именно, когда у меня будет готов сценарий. Будет готов сценарий, станет понятно, что и кто мне нужен. А что нет. Но я не буду ждать два месяца. Я поставлю себе текущую задачу. Изучить, как делаются любительские короткометражки. Особенно, где они берут ресурсы в виде техники, реквизита и людей. Что я сейчас делал с точки зрения сугубо планирования? Первое. Я запланировал все задачи, которые я вижу по состоянию на сейчас. Второе. Я запланировал, в каком направлении я буду двигаться, когда эти задачи будут выполнены. И третье. Я попытался максимально развеять туман незнания. И этот простой, но не всегда очевидный метод, дает нам ответ на те самые вопросы, которыми мучаются многие в области планирования. Как мне заработать миллион, если я не знаю, что мне для этого сделать? Вот вам ответ на моем примере. Запланируй шаги, дела и задачи, которые ты видишь сейчас четко. Это первое. Второе. Сделай примерное направление движения на потом. И третье. Постарайся максимально развеять туман неизвестности. Такая вот простая технология. Теперь давайте применим ее по отношению к нашим целям по каждой из областей жизненного баланса. Ваша задача расписать каждую цель, как набор понятных задач, так далеко, как вы видите эти задачи. Это большой кусок работы. Тут торопиться не надо. В итоге у вас получится некий набор задач в вашей зоне видимости. Это большой и важный этап нашего с вами процесса планирования. Но все же для старта его еще недостаточно. Нам нужно провести проверку всего этого богатства на реалистичность. Для этого давайте преобразуем первые задачи в недельный формат. Что имею ввиду? Из большой задачи выделим тот фрагмент, который вы хотите выполнить на неделе. Для простоты эксперимента давайте возьмем вторую неделю января. Потому что первая обычно уходит на праздники, отдых. А вот со второй беремся за выполнение наших целей и планов. Вернемся к моему учебному примеру. Моя задача на первый месяц – идея сюжета. А путь к ее достижению – прочитывание коротких рассказов современных писателей. Что я могу сделать на первой неделе? Первое – составить список писателей. Примерно 30 минут времени. Купить книги, рассказы. Еще 30 минут времени. И читать. 30-60 минут каждый день, фиксируя идею в специальный файлик. Вот мой простой и наглядный план на неделю. Что я делаю? Открываю календарь и планирую задачу на конкретный день и час. Ну вот так. Итого у меня в календаре на первую неделю уже запланировано 7 часов работы над проектом. Вам нужно сделать эту работу в масштабе первого месяца года. В нашем случае трех недель. Первую неделю мы не трогаем. А вот что самое главное – по всем вашим целям и по всем жизненным сферам, которые вы себе расписали. И тут у вас неизбежно должен вылезти наружу один важный вывод. Времени на все физически не хватит. Если запланировать в календарь все, времени не останется ни на работу, ни на отдых, ни на обычные домашние заботы. И знаете что? Это очень хорошо. Потому что именно сейчас, на моменте планирования, вы избавляетесь от иллюзий. Не все сразу. Двигаемся медленно. Принцип фитнес-центра. Сначала маленькие гантельки, а потом уже большие. Вам придется просто на будущий год отказаться от всех тех целей, которые не помещаются в календарь. Вот такого жизни. Лучше достичь меньше, но достичь, чем напланировать много, не достичь ничего и думать, что ты вечный неудачник. Та последовательность, которую я вам нарисовал в этих трех видеосюжетах, как раз про реализм, про рациональный расчет сил. Давайте сделаем еще одну проверку календарем. Внесите в календарь на первый месяц то время, которое вы точно можете спланировать. Дорога на работу. Сама работа. Сон. Такие вот вещи. И посмотрите, как все это сочетается с задачами по целям. Между всеми этими временными периодами должны быть окна ничего не делания. Иначе все посыпется, потому что эти окна это такой себе временной буфер. Но с другой стороны важно также понимать и сочетаемость. Например, я еду каждый день полчаса на работу и с работы. Могу ли я в это время слушать рассказы в аудио формате? Да, могу. Если придет идея в голову, я прикажу Siri, голосовой командой, записать эту идею в заметке. Ну, выброшу минут 5 на выезде с парковки, на парковку и вуаля, у меня есть 40-50 минут времени, 5 дней в неделю на реализацию моего проекта. Это 12 часов в первый месяц. Неплохо. Или взять выходные. Работы нет, могу запланировать больше усилий по моим целям. Могу даже на час раньше проснуться. Я знаю, это не очень популярная история. На выходные люди предпочитают подольше поспать. Типа отоспаться. Но, во-первых, врачи доказали, что это вредно, это нарушает ваш циркадный цикл. А, во-вторых, если вас по-настоящему что-то драйвит, и вы ради этого проснулись на час раньше, так это же круто. Короче говоря, творческий подход к календарю – ваш помощник в данном задании. Кстати, я делал сюжет про систему таймслотов. В конце ролика я дам на него тоже ссылку. Ну, а теперь давайте подведем короткие итоги всех трех сюжетов про планирование года. Мы определяем наши приоритеты с помощью колеса жизненного баланса. Мы корректно поставили цели по каждой из сфер этого колеса. Мы расписали план действий по каждой из этих целей. Мы проверили реалистичность ожиданий от самого себя с помощью календаря. Я вас поздравляю. Такую глубину планирования собственной жизни делает в лучшем случае 1% населения нашей планеты, но многие верят, что именно этот процент самый успешный. С точки зрения планирования мы сделали практически все. Теперь уже в процессе реализации нам нужно еще две вещи. Анализ и работа над ошибками. Я делал ролик про работу над ошибками на этом канале. Найдите его самостоятельно. Но если вам интересно, чтобы я сделал ролик о том, как поддерживать эту систему на протяжении всего года, через анализ, ежедневное, еженедельное планирование и работу над ошибками, то напишите мне в комментарии, чтобы я знал, что вам эта тема тоже актуальна. Ну и помните вот эти мои пассажи про миллион за год на консалтинге? Думаете, это невозможно? Я готов вам показать на примере той модели, в которой работаю я, что это очень даже возможно. Разбор миллиона за год на консалтинге пишите в комментарии, сниму, расскажу все в мельчайших подробностях, там нет ничего сложного. Ну, друзья мои, если этот ролик вам показался интересным, то расскажите об этом YouTube и мне, кликнув по кнопке лайка. Ну, а если хотите получать уведомление о продолжении серии, тогда надо обязательно кликнуть по кнопке подписаться и по колокольчику. Ну и если вам интересно со мной обсудить развитие вашего бизнеса, вашей карьеры, ваше личное развитие, то вы всегда можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании. Возможно, обсуждение планов года с профессиональным консультантом поможет вам более четко и правильно сначала спланировать, а потом и прожить этот год. Ну и напоследок, вот вам ссылка на видео про планирование через таймслоты. Спасибо.